Вернемся к недавно обсуждаемой в Государственной Думе Российской Федерации теме Каттенского расстрела. Каттень – знаковый элемент Польши в идеологической борьбе против России. В надежде наладить взаимоотношения с Западом, что называется «начать отношения с чистого листа», Государственная Дума России в 2010 году приняла документ, где признала вину НКВД в расстреле поляков в Каттенском лесу. Действия нашей Государственной Думы в 2010 году ничего, кроме того, что сейчас принято называть испанский стыд, не вызывает. Кто извиняется, тот себя обвиняет. Если вы начинаете извиняться за что бы то ни было, вы тем самым признаете свою вину. По убеждению специалистов, принятый в 2010 году документ противоречит фактам, среди которых решение Нюрбенского трибунала. В сентябре 1941 года в Каттенском лесу, близ Смоленска, были произведены гитлеровскими массовые убийства польских пленных офицеров. Мне кажется, что текст абсолютно прямой и комментарий не требуется. Существует такой замечательный документ, называется «СССР-54». Это официальный документ, который был приобщен к Каттенскому делу, по Каттенскому делу, который был приобщен к материалам Нюрбенского трибунала. Как вы думаете, что это за документ? Это заключение комиссии Николая Миловича Боргденка. Кто-нибудь мне скажет, что в материалах Нюрбенского трибунала, кто-нибудь поставил под сомнение этот официальный документ Советского Союза? Нюрбен, он был предмет и является частью корпуса документов Нюрбенка. Что это означает? Это означает, что Нюрбен, безусловно, признал немцев виновными в Каттенском преступлении, так же, как виновными в других 17 эпизодах убийства Нюрбенка. Решение Нюрбенского трибунала, как и практически все связанное с Каттенским делом, на Западе подвергнуто фальсификации. С одной только целью – в очередной раз унизить, опорочить Россию, приписав ей все смертные грехи. Сразу же после окончания Второй мировой войны, уже в ходе Нюрбенского трибунала, появились на свет длинная телеграмма Кеннона. Прозвучала фултоновская речь Черчилля о том, что Советский Союз является врагом. И уже с протяжения 40-х, 50-х годов шла прямая фальсификация истории Советского Союза, направленная на развал нашей страны. А сейчас эту фальсификацию мы видим с удвоенной, с утроенной, с удействительной силой. Вопрос сложный, болезненный, но мне кажется, его нужно поднимать на уровне общественности. Нужно четко ставить вопрос о том, что поскольку, основываясь на правовой позиции РФ, меморандумы Минюста, где четко написано, что мемориальные комплексы изготовлены, что незаконно, без разрешения ГВП, поставить вопрос о демонтаже этих мемориальных комплексов. В качестве примера Алексей Плотников привел столицу Верхнего Ужья – Тверь. Как цивилизованно в Твери, всегда привожу этот пример, демонтировали эти отвратительные доски с медицинского университета. Покричали, побежали, попрыгали и успокоились, потому что нет никаких доказательств того, что это установлен закон. То же самое, пусть они будут переданы на хранение фронт мира. Кстати, вы знаете, что вот эти доски хранятся в Тверском отделении фронта мира. Тема Катанского расстрела напрямую перекликается с мемориалом в Медное. Это тоже обсуждалось на Круглом столе. Цель же Круглого стола – восстановление исторической справедливости. Пересмотр постановления Государственной Думы от 26 ноября 2010 года о Катанской трагедии и ее жертвах в контексте проводимой властями Польши русофобской политики. Подробности в следующем выпуске «Патрульные службы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова